В этом выпуске я расскажу про королевский двор. Описание, правила, цели. Ну что, поехали? Первые два года жизни были бы куда проще, если б я знал такого Копенского. Ну что, четверг, как обещал, я сижу ночью, уже действительно снова четверг. Все в последний момент. Давайте начнем. Итак, что у меня есть? У меня есть группы на фейсбуке. 5,8 тысяч человек. Это по русским в Дании и в Копенгаге не конкретно. Есть еще маленькие подгруппы, но не будем о них. Есть 400 человек. Ну не 400, почти. И есть сайт русдк.дк. Значит, на него приходит примерно 500 тысяч человек в месяц. Тоже неплохо. Ну я уже, наверное, месяца три к нему не дотрагивался. Первая мафия. 27 марта 2015 года. Мафия, мафия. Вот первая тусовка 25 апреля 2015 года. Вот мы ходим, раздаем девочкам цветы, приглашаем на вечеринку. Расклеивали вот так вот город. У нас мафия. Сейчас вам покажу, что происходит у нас. Мы собираемся на природе. Ходим гулять по городу. Выпиваем, курим, тусуемся. Гоняем на картингах, стреляем в друг друга в пейнтбол. И находим соседей через телеграм. Организовываем званые ужины и дегустации всякого всего. И играем в настолки. В 2015 году я начал проводить мафии. И в тот же год я начал проводить вечеринки. И я приглашал диджеев из Риги, Москвы, Лондона. Русскоговорящих. Мы делали русские тусовки, на которые приходили не только русские. Помните на Новый год, год обезьяны? Я тогда сказал, что будет настоящая обезьяна. И вы все жаловались и писали мне в личку. А, как так? Нельзя животное мучить на тусовку, где люди бухают. А обезьяна был я. Я родился в год обезьяны. И переоделся в костюмчик и плясал там, веселил вас всех. И на эту встречу, на этот праздник мы тогда выстрелили кучу фейерверка. Там что-то на тысячу евро. Пришло 250 человек. Была самая большая тусовка. Ребята, конечно, сперва еще вот тогда, 2015-й, самое начало всего этого движения, я это делал больше для себя. Да, мне хотелось движухи, мне хотелось знакомиться с девчатами. Я искал, конечно же, себе жену. Сейчас я живу в Копенгагене уже 9 лет. И это уже больше для души. Это все так же для нетворкинга. Так же на этом можно зарабатывать. Или иметь от этого какие-то бенефитс. Но сейчас я это делаю больше уже для вас. И мне нужна ваша помощь. Отдельное спасибо Артемиде Чата за модерацию. Надо ей позвонить и проверить, как там дела. Спросим, встречались ли они сегодня. Я сегодня работал. Где у нас тут? Алло. Включай камеру. Привет. Как там поживает наш чат? Я только вернулась и читаю, что там пишут. А что, вы сегодня гуляли? Да, очень долго. Часов 7. И что сегодня было в программе? В программе была световая инсталляция. Глюк с бонусом. Глюк с бонусом? Ой, это людям будет интересно. У тебя там гитара, да? Да. А что ты учишься? Учусь петь. Играть. Это для встреч на костре? Для будущего костра. Чтобы не зависеть от гитаристов, я всегда смогу сыграть лошадку сама. Ну да, пока еще зима, но думаю, к лету ты уже научишься играть. Я уже научилась. Но показывать я не буду. Давай, давай. Ну все, зови всех в гости. Мы с тобой прощаемся. Пойдем дальше. Пока. Не зовешь в гости. Ну нет, там всех? Всех зови. Мы делаем смеси. Ладно. Ну все, спокойной ночи. Пока, Надя. Пока. Артемида. А мы пойдем дальше. В этом году корона подпортила мои планы по мероприятиям. Раньше мафия была катализатором новых знакомств. То сейчас королевский двор взял полностью на себя эту задачу. Главный чат сейчас генерирует очень много подчатов, узких кругов, секретные сообщества. Жизнь стала интереснее и с музыкой. Насчет правил. Еще в 2015 году украинские конфликты я сказал, нет политики в группам. Чтобы разные национальности между собой не ссорились и не имели конфликтного вопроса. Вот. И так же само просим на мероприятиях не поднимать эти вопросы. Это правило не распространяется на чат в Телеграм. Там главное правило, добавляясь, поприветствовать всех участников чата и рассказать о себе. Рассказать, где ты живешь, где работаешь, какие увлечения имеешь. Таким образом ты обратишь на себя внимание. Люди, которые живут возле тебя, которые твои коллеги, которые имеют похожее хобби, они так же самое ищут друзей. Понимаешь? И показав себя, показав себя, показав себя, обращаешь внимание на себя и достаточно быстро можешь продвинуться. У нас вот бывают ребята, которые интересно так заходят. Их сразу там добавляют такие чатики, ты-ты-ты, уже на следующий день встреча. А кто-то такой добавился, ой, правило, я не хочу, ну и с ним и встречаться не хотят. Чем прекрасна мафия? Тем, что вам не надо знать друг друга. И во время игры, по ходу игры, вы раскрываетесь и начинаете знакомиться без особой причины на это. То есть мафия помогает вам сделать первый шаг к знакомству. Так же само наш чат помогает вам сделать первый шаг к знакомству с ребятами, которые живут в Копенгагене. Ну а цели? Цели, конечно, большие. Мы хотим быть большими, чтобы нас было много, мы дружили, помогали и так далее. Все, это немножко не так, это надо выводить на другой уровень. И для этого нужна команда. Конечно же, нужна команда. До последнего времени я делал все сам. На мой бизнес, он просит меня больше погружаться в него. Я не могу продолжать все делать в одиночку. Нужны люди, которые хотят писать статьи, новостные подборки для нашего проекта. Не только для всего сообщества, но, возможно, я могу эти материалы использовать для вот этих видео. Еще очень нужен бухгалтер и человек, который любит работать с документами. Коронавирус уже скоро должен закончиться. И впереди много интересного. Вперед! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok